Мастер спорта по тяжелой атлетике 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 Я горжусь тем, что он дошел до этого звания И потом, я не знаю, все закрутилось, завертелось Может быть с возрастом понял, что действительно Да, он еще работал в администрации у нас в отделе молодежи И может быть от этого у него руководящая И вот чуйка такая, или как жила такая, руководящая у него, ну, как бы проявилась, проявляется. И вот он зашел к тому, что он стал начальником пожарной части. Когда начала сформироваться у нас структура пожарных частей по району, в городе Забильном, кандидатура Евгения Григорьевича была одобрена на все 100. В этой пожарной части Евгений работает уже девятый год. Сначала часть находилась в конце села. Как бы здание подобрали, хорошо начали строиться. Но директор приезжий был, он не отдал на баланс и все прочее. И получилось так, что мы остались без ничего. Тогда уже хотели расформировать часть. Не было места, где бы могли разместиться огнеборцы. Но Евгений попросил пару дней и нашел здание. Здание общежития, которое было разбитое, тут полная разруха была и все прочее. Ну, опять вызвал своих спас, они приехали, начальство посмотрело, устраивает. Тут это, тут это, вот все. Я им рассказал, что будет и все прочее. Ну, они как бы сказали добро давать и оставили часть. И сами начали стройку. Разбитое старое общежитие со временем превратилось в пожарную часть села Тищенское. Здесь, можно сказать, было вот это вот одно здание. Разбитое и ничего не было. Когда мы пришли сюда, значит, здесь росли огромные тополя такие. Мы их выпиливали и все прочее. Но, тем не менее, надо было нести службу. А чтобы ее нести, надо, чтобы техника стояла зимой в теплом месте. Бокса не было построено. Поэтому мы сделали вот такой навес импровизированный. Оббили его пленкой. Это сейчас он уже вот так. И здесь стояла АЦ ГАЗ-53, которая выезжала на пожары. Зимой стояла здесь, значит, печка обогревательная. То есть машина стояла в тепле. Но она, тем не менее, несла службу. И мы вместе с ней тушили пожары. То есть спасали людей. Вот и все прочее. Потом, значит, пришло время строительства бокса. И мы как бы начали его строить. Вот пройдемте, я вам покажу. Вот здесь как бы каждый кирпичик и каждое все положено моим коллективом. То есть сделано с фундамента и до вверх. Бокс был окончательно построен три года назад. Материал добывали везде. Камени, кирпичи, все прочее. Там трубы. Бокс получился очень теплый. На данный момент здесь регистры – это отопление. Зимой она работает. Смотровая яма, вот где стоит. Второй ход машины – это КамАЗ. Сейчас он на улице стоит у нас. То есть световое освещение. Значит, стеллаж лишнего состава с боевой одеждой. То есть они одевают, выбегают, садятся в машину и поехали тушить. Это станок для вязания рукавов. То есть если порвались рукава, вяжут рукава. Это доска движения пожарных рукавов. Инструкция. Вот как бы в боксе. Как положено, не тушите. И вот эти двери мы делали, собственно, сами. Они сделаны сами, входные двери, потому что у нас никаких вообще не было. Приходило. Все, у нас есть люди, которые могут это делать. В общем, делали сами. Вот это у нас диспетчерская. Где это пункт к связи. Вот здесь находится план, схема у нас района прикрытия. Вот с пункта связи поступает сигнал сюда. Дежурный караул выезжает отсюда. Так, это вот здесь ПТВ. То есть делают ремонт там, если машина поломалась или такой мелкий ремонт. Это сушилка. Зимой, когда пожарные приезжают, пожары все мокрые. Там регистры сушатся. Значит, это начальников караула кабинет. И она же как и раздевалка. Здесь караулы, значит, ночуют, дежурят и отдыхают. Учебный класс. Сейчас здесь работает 11 человек. Их зона обслуживания – села Птичье, Тищинское и Станица Баклановское. Со своей боевой задачей команда справляется. Евгений вспомнил случай, который произошел в преддверии 23 февраля. Пожарные только приехали с учений. Поступил вызов, мы поехали на пожар. Девочка два с половиной года подожгла дом. Ну, как бы дом был потушен, материальный ущерб был, конечно, хороший нанесен. Ну, тем не менее, видите, как хорошо, что часть рядом находится. И, то есть, мы, зона прикрытия у нас, мы в течение 20 минут поступаем. А здесь вообще очень быстро мы все оперативно сделали. Ну, тем не менее, был ущерб. Вот так запоминающее в том, что семья сама, ну, небогатая, да. Поэтому, как бы, потом был кинут клич не только главой, нами, там, всем селом. Ну, то есть, сельчане скинулись. Сделали им ремонт. Кто мебель, кто деньги. В общем, помогли людям погорельцам. А три года назад в селе было наводнение. Тогда затопилось 70 дворов. Мы ликвидировали это все. Благодаря нашими усилиями мы и откачивали, где-то и долбили, где-то копали, чтобы вода моментально ушла. Ну, это проблема села. Здесь раньше были ливневые трубы. Ну, некоторые ливневые трубы, они подзабились от старости. После этого, конечно, глава района, мы всем принимали участие, почистили дрену там, сделали там некоторые разводящие пути. Начиная с апреля месяца, продолжает начальник пожарной части, бывает по 18 выездов в день. Горит трава, ландшафтные пожары. А где нерадивые хозяева, мусор поджигают, то есть горят у них хозпостройки, переходят на дома и все прочее. Каждый день может произойти все, что угодно. И каждый день родные Евгения переживают за него. Бывает так, что утром, ночь, день, он подрывается, он всегда едет по вызову, естественно. Случай был, когда вот у нас взорвался дом от баллона. Естественно, я этот грохот, все это мы слышали, наше население. Да, он подорвался, одел, как говорится, свою спецодежду. Да, он был одним из первых, который туда пошел, рынулся. И вот так вот он, да, спасли, нескольких людей спасли. Мы живем в другом конце села, и как раз вот село соседнее, птичье, они туда очень часто выезжают. И чтобы сократить путь, едут не по трассе, а вот прямо мимо нашего дома. Ну, в день можно наблюдать таких выездов в 5-6, вот особенно летний период. У нас здесь была недавно такая история. Неблагополучная семья, ребенок маленький, там полностью все выгорело. Ну, они успели оттуда ребенка вытащить, все это потушили. Пришлось пробивать им потолок, чтобы тушить все внутри. В семье Евгения четверо детей и два внука. Каждый окружен его вниманием и заботой. Мальчишки стараются с него брать пример, ну, а девчонки всегда, если они бывают, что-то мне боятся сказать, или не хотят мне сказать, что я знаю, что я скажу, нет. Потому что у меня немножко идет, как бы я педагог, и я немножко стараюсь смотреть со стороны педагогической. И они начинают со стороны заходить или звонить, там, а можно там, а можно это. Все, уже, значит, оказывается, можно. Однажды старшая дочь Юлия увидела, как папу на улице окружили бабушки. Говорят, Женя, мы хотим, чтобы ты построил нам храм. Ты построил вот такую пожарную часть. И вот смотря на все это, видимо, бабушки ничего лучше не придумали, как подойти и просить, чтобы папа помог. Ну, даже не помог, а прям вот построй нам храм. Огнеборцы Тищинской пожарной части не только борются с огнем, но и ведут работу по предупреждению возгорания. Общаются с семьями, с руководителями организации, молодежью и детьми. И будь то какая-то профилактическая беседа, или серьезное происшествие, главное, чтобы рядом всегда была надежная команда. Надо, наверное, всегда иметь надежный тыл. А надежный тыл – это мои подчиненные, которые за тебя и с тобой, и ты за ними. Пойдешь в любой огонь, и ты будешь уверен в нем, а он в тебе. Евгений Белышев. Человек на своем месте. Человек на своем месте. Это видно по его поступкам, по его делам. Потом, как он относится ко всему. Относится очень серьезно, с каким-то серьезным подходом. Старается все это, чтобы у него было, как говорится, не то, что по полочкам, а чтобы у него было идеально доступно, и все люди понимали, что он делает. Потому что многие, даже жители нашего села, просто обращаются к нему за помощью. Та же бабушка, которая придет в ту же пожарную часть. И скажет, у меня там что-то случилось. Да без проблем бабушка, поможе. Такой-то он человек, который действительно на своем месте. Человек на своем месте, потому что ему нравится эта работа. Он весь головой отдается туда. Он всегда помогал людям. И я думаю, ну, это профессия, она сама за себя говорит, помогать людям. Поэтому он действительно на своем месте, он добился того, чего хотел. Ну, конечно, может быть, не всего. Все еще впереди, да. Храм построить бабушку надо. Надо, обязательно надо. И в конце нашей встречи с героем сегодняшнего выпуска он рассказал нам о своих личных и профессиональных планах на будущее. В личное я хочу во дворе кое-что сделать, привезти, постель, плитку. Да, там порядок, все, ну, как я хочу. А в дальнейшем еще двое внучек. У меня вот два мальчика, и еще они родят двое внучек. Чтобы они удачно родили это все, и чтобы было все хорошо. А то, что касается профессиональной моей деятельности, хотелось бы в моих планах, да, это, наверное, не план, а мечта, то есть достроить счастье до конца. Вот именно как я хочу, чтобы она была в Ставропольском крае одна из лучших.